Галина Гончарова Замок Конронг Действующие лица Семейство баронов Брайс Мать Клариса, дочь Джинджер Семейство баронов Лоусон Мать Резида, дочери Алекс в замужестве Перлен Лирея и Медина, сын Люсьен Семейство графов Перлен Младший сын Сендер, его супруга Алекс в девичестве Лоусон Семейство Конронг Мать Дженет, ее покойный супруг Лукас Дочери Тиана старшая, Кейт средняя Младший сын Лес Семейство Ривен Глава семьи Ивор Его жена Тиана в девичестве Конронг Сын Андрес, около 17 лет Семейство Линос Глава семьи Ивор Линос Его жена Кейт в девичестве Конронг Дети Колин, 13 лет И Эллина, один год Леди Нейра Литц, компаньонка Ирена Гервайн, очень подозрительная особа С сыном, о котором пока ничего не известно Над морем на утесе стоит замок Конронг С моря он похож на копье, пронзающее скалы С земли на дракона, стремящегося в небо Одна большая башня, как тело Две другие опоры И стены к ним, как крылья, обнимающие холм Говорили, что первый Конронг был драконом И замок строился для драконов Говорили, что он воткнул в землю копье и сказал На этом месте я обрету свой дом Говорили Впрочем, все хроники сходятся в одном Конронг был И копье тоже было А остальное на совести хронистов Они напишут В том числе и про дракона Благо ящеры неграмотные Хроник не читают и отравиться хронистам не могут Они такое напишут Итак, замок Конронг Серые скалы, серое свинцовое море, серое небо И громада, которая соединяет их Трепеща серыми флагами на башнях Герб Конронга Летящая над серым морем белая птица И когда налетает ветер Вышитые птицы кажутся живыми Что это за птица, никто не знает Некоторые наивные люди вообще думают Что это не птица, а тот самый дракон Конронга Кто ж им запретит размышлять над вопросами Геральдики? Эту историю записал один из хронистов Рота Так перевернем же переплет книги И вчитаемся в старые строчки Это было... Глава первая Ветерок, пролетающий над Ривенхоллом Решил снизиться и заглянуть в открытое окно Поиграл за навеской, которая робко высунула наружу кружевной краешек Зацепился за лепестки цветов в высокой вазе И сделал круг почета по комнате Которая явно знавала и лучшие, и худшие времена Когда-то Ривенхолл был богат и велик Когда-то До того, как начала крошиться лепнина Вываливаться рамы Вздуваться пузырями обивка, выцветшая от древности Потом пришли люди И дом ожил, встряхнулся Обивку поменяли Но на то, чтобы восстановить лепнину Новых хозяев уже не хватило Рамы также жалобно скрипели на ветру Хоть и были покрашены свежей краской А массивные двери помнили еще первых владельцев дома Благородное безденежье Прикрытая салфеточкой из яркой бумаги Так можно было описать обстановку Ривенхолла Под стать дому были и его хозяева Тиана расчесывала у зеркала короткие черные кудри Зеркало отвечало привычным, чуточку ленивым взглядом из-под прикрытых век Мда, окраски надо поменьше Возраст берет свое Но все же не стоит превращаться в размалеванную обезьянку Хотя она хороша До сих пор хороша Миниатюрная, стройная С проникновенным взглядом темно-карих глаз Оказавшись рядом Злопыхатели добавили бы Что одеваться надо все же уметь А не напяливать на себя цветастые тряпки Которые мало согласуются Как друг с другом Так и с фигурой женщины Но кто там будет слушать злопыхателей? Провести кисточкой по щеке Подчеркнуть мушкой уголок рта Капризный взгляд на мужа Разлегся, тюфяк Хоть что бы хорошего сделал Ивор, милый На следующей неделе мы должны выехать в Конронг Ивор, здоровущий мужчина Лет пятидесяти на вид Лысый, зато с шикарной окладистой бородой Потянулся на кровати Слова жены вырвали его Из приятной послеобеденной полудремы Но по опыту Семейной жизни он знал Если не ответить сразу То потом Тиана вообще не даст ему жизни Да, Тиа Лес собрался жениться Наконец-то И просил нас приехать Лес женится? Заинтересовался Ивор Даже сон слетел от такого известия И как ваша мать это допустила? Ивор Что, дорогая? Ивор отлично знал Что Тиа не нравится это словечко Но привычно поддразнивал супругу Не надо так говорить про мою маму Ивор насмешливо фыркнул Дорогая моя Твоя мать Гири висит на шее у леса Висит и душит, душит Я думал, он никогда не женится Он наследник Конронга И должен исполнить свой долг Надулась Тиа, не замечая Что над ней подшучивают И думаю, он справится Серьезным тоном возгласил Ивор Главное, чтобы твоя мать Не пошла ему помогать В первую брачную ночь Ивор Или защитить деточку Его же наверняка будут страшно мучить Иначе с чего бы лесу стонать В голову мужчины прилетела подушка А Тиана гордо отвернулась к зеркалу И принялась подкрашивать и без того черные ресницы Ивор свернул прилетевший дар валиком И подсунул под локоть Чтобы удобнее было лежать Мысли текли ровно и спокойно Лес женится Это подходящий повод собрать всех Конронгов Но хочется ли ему туда ехать? Не хотелось И из-за отношений с матерью жены Воистину нет существа страшнее, чем теща И из-за замка Конронг В котором Ивор всегда чувствовал себя неуютно И из-за чего-то непонятного Странно Вот лес к ним приезжает И с ним у Ивора отличные отношения А в Конронг ехать не хочется Хотя тот же лес там полновластный хозяин Почему так? Не понять Нет, не понять У мужчины было дурное предчувствие Но на чем оно основывалось? И Ивор так крепко задумался Что не заметил, как задремал И тем более он не заметил, как Тиана обожгла его недобрым взглядом Да, и так бывает Двадцать лет живешь с человеком И с каждым годом все больше понимаешь, что ошиблась, ошиблась, ошиблась Когда она выходила замуж Все казалось таким простым и понятным Разваливающийся на глазах замок Безденежье Отсутствие приданого И тут словно рыцарь на белом коне Ивор Влюбленный и готовый взять ее в жены Правда, рыцарь был малым на семнадцать лет старше принцессы Но разве это имеет значение в юности? Пусть тебе шестнадцать, а принцу тридцать три Разве будешь думать о том, что через двадцать лет Тебе будет тридцать шесть Возраст расцвета женщины Раскрытие всех желаний и возможностей А мужу-то будет уже пятьдесят три И ничего ему от жизни не будет нужно Кроме кровати и обеда Да и кровати лучше без жены Чтобы выспаться не мешало Тиана, конечно, себя не обижала Заводя втихаря любовников Но внутри холодным злым сомом под корягой Свивала себе гнездо обида Разве она не достойна большего? Драгоценностей, роскошного выезда Дома в столице, шикарных туалетов, титула А вместо этого учесть жены обычного дворянина Даже без титула В небольшом домике В трех часах езды от столицы И вытащить мужа в столицу не представляется возможным И заставить его вести светскую жизнь Заводить нужные знакомства Как-то шевелиться тоже Хорошо, хоть сын сейчас в клостере Примечание Один из знаменитых университетов королевства Здесь и далее примечание автора Но сколько ей пришлось приложить труда Чтобы он попал в это богоспасаемое заведение Чтобы учился рядом с сыновьями графов, маркизов, баронов Чтобы был вхож в самые лучшие дома Сделал приличную партию Чтобы... Взгляд Тианы опять упал на мирно посапывающего мужа И женщина скривилась в раздражении Болван Ничего-то ему не нужно И никто ему не нужен И она ему не нужна Было бы что пожрать, да где поспать А раз так И он ей не нужен Пойти, что ли, пройтись по лавкам Все душа успокоится Тиана бросила взгляд на шляпку Потом вспомнила, что денег осталось сущие медики И вздохнула Лавки отменялись Оставалось только взять книгу И пойти посидеть, почитать в садике Или повозиться с цветами С вышивкой А что ей еще остается с этим бревном деревянным? Тьфу! Ветер посмотрел на недовольное лицо женщины Вздохнул и вылетел В раскрытое окно Второй раз ветер снизился Когда впереди показалась Небольшая ферма Симпатичный домик Крытый красной черепицей Ухоженный дворик Копающиеся в траве куры-несушки Играющая в кучи песка Годовалая девочка Симпатичный мальчик лет тринадцати Вырезающий что-то из дерева Картину портил только мужчина Храпящий в стогу сена Ветер ощутил аромат перегара И брезгливо передернулся Вот еще не хватало Нести эту мерзость дальше Поэтому ветер вильнул хвостом И полетел вверх А почтальон у калитки остался Протягивая письмо мальчику Мама, нам письмо! Колин протянул матери узкий конверт С крупной печатью серого воска Кейт отряхнула руки от муки И взяла его осторожно Двумя пальцами Лес... Так-так... И что ему надо? Чайка на сером фоне Жалобно хрупнула под пальцами Кейт пробежала глазами письмо И скривилась Жениться он вздумал Вот еще не хватало Мам, дядя Лес женится? Кейт непонимающе посмотрела на сына А потом топнула ногой Ты еще здесь? Алина на улице? Ну-ка, живо приглядывать за малышкой! Колин скривился, но послушался Кейт сунула письмо в карман фартука И принялась дальше вымешивать тесто Мысли текли ровно и размеренно Брат женится Плохо, очень плохо С нескольких сторон сразу плохо Если брат женится У него появится своя семья Свои дети Свои интересы И про племянников он будет помнить Куда как меньше Да и как еще его жена Отнесется к сестре брата Гостить в Конронге Целое лето, как прежде И сильно экономить на этом Не выйдет Или Если удастся подольститься К жене брата Все будет просто Замечательно Неужели Кейт Не найдет с ней общего языка? Она умная Она должна его найти Ей всегда удавалось получать от людей то, что она пожелает Удастся и в этот раз Они обязательно должны подружиться А там и дети их подружатся Лина еще маленькая Если у Лесса родится своя дочь Обеих девочек можно обучать вместе Лина сможет жить в Конронге А к ней часто смогут приезжать и Кейт с Колином Это надо хорошенько обдумать Что будет выгоднее Подружиться с женой брата Или расстроить эту помолвку Надо это вечером обсудить с мужем